Книга «Открытым оком», том 1. Тема «Внутренний мир человека». Вопрос 2011. Где находится душа человека до рождения? Или она внезапно появляется откуда-то? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Псалом 138, с 14 по 17 стихи. Цитата. Славлю тебя, потому что я темно устроен. Димны дела твои, и душа моя вполне сознает это. Не сокрыты были от тебя кости мои, когда я созидаем был в тайне, а образуем был во глубине утробы. Зародыш мой видели очи твои. В твоей книге записаны все дни, для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышено для меня помышление твоей Божия, и как велико число их. В церкви никогда не было четкого учения о сотворении души до рождения. Считается, что она творится Бога в момент зачатия. И потому однодневный зародыш уже есть человек. Зародыш мой, в кавычках, то есть личностное я, уже есть, ибо есть местоимение мой. Этот вопрос тревожил Иудея, премудрого царя Соломона. Очевидно, он просматривал все самые древние свитки. Добывал знания у самых старых людей. Он сам об этом пишет. Но об этой области и в конце жизни он должен был сознаться. Это Бог сокрыл от смертных, и никто этого не знает. Екклесиаст 12.7. Цитата. «И возвратится прах в землю, чем он и был, а дух возвратился к Богу, который дал его». Екклесиаст 3.21. Цитата. «Кто знает, дух сынов человеческих восходит ли вверх, и дух животных сходит ли вниз, в землю?» У католиков эта концепция глубоко разработана, разложена по полочкам, и они все видели, в кавычках, щупали, пробовали, но нам это не открыто. Иоанн Златоуст повторяет. Цитата. «Чего нет в Библии, о том не рассуждаем». Кирилл Иерусалимский поучает. «Если слова мои не сходятся с Библией, не верьте и мне». Царь и псалмопевец Давид звуками своих гусли мог соперничать с музыкантами всех времен и был любимцем Бога, но после всех песнопений заключительный аккорд его песни такой. Псалом 118, 176 стих. «Я заблудился, как овца потерянная, взыщерабатывай го, ибо я западей твоих не забыл».